17 лет на фронте. Война для Александра Суровцева началась в 1943 году. Я был в разведроте, в 138-й разведроте. Я дошел до Праги. Два раза раненый был. Награжден у меня три медали за отвагу. Орлова-Курская дуга, форсирование Днепра и еще десятки военных операций. Все это пережил Александр Суровцев вместе с однополчанами. До Дня Победы из 70 дожили лишь 26. Приходилось ходить в тыл противника. Очень опасно. Надо было большую выдержку иметь. В свои 92 мужчина вспоминает. После войны мечтал работать на железной дороге с составами, в которые входили аммиачные холодильные установки. Так начал работать на комбинате «Запорожсталь». Я работал начальником смены. Мне пришлось пускать цех вот этот. ККЦ. Тогда был цех А. Секретный цех. В канун Дня Великой Победы Александр Суровцев принимает поздравления от молодых работников «Запорожстали». Здоровья, счастья, мира вам. Всего вам доброго. Мы ежегодно поздравляем наших ветеранов. Мы помним, мы ценим. Ничто не забыто. Для нас это важно. Для молодого поколения. Помнить, как это было. Потому что человек, который не помнит своего прошлого, не знает будущего. Представители молодежной организации комбината «Запорожсталь» поздравили ветерана Второй мировой войны Григория Коваленко. Накануне он отпраздновал свое 104-летие. На фронте сначала был танкистом, после осколочного ранения водителем. Из-за повреждения плохо слышит. Сейчас практически не говорит. Он никогда про войну плохого не рассказывал. Там что-то там, вот это били, там это. Никогда. Только все такие веселые истории. Забота о ветеранах – приоритет для коллектива «Запорожстали». Первый шаг – это ветеранский заезд, в котором участвует 110 человек. Также мы планируем каждому участнику боевых действий ветеранам комбината «Запорожсталь» сделать ценный подарок. В этом году мы каждому из них подарим хорошую мультиварку. А это более 100 человек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!